Почти 16 тысяч человек. Это примерное число больных и раненых во время советско-монгольской войны с японцами. Изначально на территории Монголии было два госпиталя, но оба слишком далеко от места боев. До одного тысячу километров, до второго пятьсот. Вести раненых по жаре и пыли на такие расстояния означало смерть. Поэтому в срочном порядке начали создавать медсанбаты. В июне, в июле, то есть в разгар военного конфликта, организовались медсанбаты. Это уже острая необходимость, которую нужно было решать вчера, а ее решают только сегодня. Причем на скорую руку, и при этом потребовалось вмешательство наркомздрава СССР. Постепенно стали появляться дополнительные медучреждения. Работал военный госпиталь и в Иркутске. К нам привозили солдат со сложными ранениями. Всего через руки иркутских врачей прошли около трех тысяч бойцов. До последнего времени мазь Вишневского пользуется. И она действительно эффективна при различных мноенных осложнениях. Ленемент бальзамический, больше известный в народе как мазь Вишневского. Ее изобрели в 1927 году. А вот широко использовать начали как раз в военных госпиталях во время боев на Холхенголе. Простой состав – березовый декоть, антисептиксероформ и касторовое масло. С ее помощью спасали тысячи жизней – ожоги, раны, гнойные процессы. После Монголии без мази Вишневского не обходилась ни одна операция во время Великой Отечественной. Это старые методы, еще разработанные в 19 веке Пироговым. То есть это необходимо сортировать раненых. Вот общий массив раненых. Определить, кому нужна вот сейчас помощь, а которая может еще некоторое время подождать, и ты спасешь две жизни. И не будешь кидаться на всех всподряд. Вот этот метод сортировки, он хорошо себя показал. Навыки маскировки госпиталей, умение работать при бомбовом ударе и многое другое. Тот холхенгольский опыт врачей закалил и помог спасти потом миллионы жизней. Ирина Белогривая, Александр Волков. Новости сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok